Ярославскую область привели в пример президенту. На рабочей встрече глава государственной кампании рассказал Владимиру Путину об успешной реализации проекта в Ту-Таеве. Выбирать губернатора можно будет дистанционно. Такой формат утвердила Центральная избирательная комиссия России. Есть ли в списке Ярославская область? Уже с утра на площадке собираются детвора самого разного возраста, а также мамы, папы и бабушки. В Ярославле устанавливают новые детские городки. Приступили к укладке асфальта и закончить работу планируют раньше срока. Как приводят в порядок одной из востребованных улиц города. В областном центре стартовал чемпионат по методике WorldSkills RGD Skills. В профессионализме соревнуются составители поездов, как проходят соревнованиями. Иван Папанин снова пострадал от рук вандалов. В социальных сетях стало вирусным видео, на котором неизвестный добавляет надпись рядом с изображением героя Советского Союза. На городском телеканале в прямом эфире новости. В студии Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Ярославскую область привели в пример президенту. В Тутаеве совместно с Росагролитингом открыто предприятие, направленное на импортозамещение и развитие экспорта. Речь о заводе по производству мороженого. Сегодня в ходе рабочей встречи глава государственной компании рассказал Владимиру Путину об успешной реализации проекта. Объем инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей. Предприятие позволило создать тысячу новых рабочих мест. Помимо основной нашей деятельности по приобретению техники и передачи ювелизинг, мы уже несколько лет занимаемся реализацией крупных инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение и развитие экспорта. Их достаточно много в нашем портфеле. Хотел бы остановиться на двух. Первый – это завод по производству мороженого в городе Тутаев Ярославской области. В Ярославской области появится культурно-исторический кластер «Ростов-Великий». Сегодня планы по его развитию глава региона Михаил Евраев обсудил с полпредом президента России в ЦФО Игорем Щеглевым. Создание кластера предусматривает комплексное благоустройство центральной части города. В частности, реконструкцию улиц, замену инженерных и канализационных коммуникаций, подсветку зданий Ростовского Кремля, благоустройство более 4 километров набережной озера Нера. Планируется обустроить общественное пространство, парки, создать новое гостинице, музей, восстановить театр. Финансировать программу рассчитывают на средства Банк развития, инфраструктурного бюджетного кредита правительства Российской Федерации и частных инвестиций. За четыре года объем вложений составит более 5 миллиардов рублей. Получается очень комплексная и большая, может быть, образцовая программа, когда за счет объединения усилий самых разных уровней власти и самых разных институтов государства и бизнеса получается проект по реконструкции одного из самых значимых исторических и духовных центров нашей страны. Также сегодня обсудили вопрос о выделении средств на реставрацию храма Спасана Торго и Успенского собора. В ходе визита в Ростов члены межведомственной комиссии посетили главные туристические объекты, осмотрели здания городского уездного театра, колхозную и соборную площади, набережную озеро Нера. Все эти объекты войдут в реализуемую программу. Как отметил Игорь Щеголев, ежегодный туристический поток в Ростов оценивается в полмиллиона человек, но только каждый пятый пользуется гостиничным сервисом. Создание культурно-исторического кластера позволит это исправить. Мы гордимся этим городом и, конечно, хотели бы, чтобы он расцвел. Мы хотели бы восстановить исторический центр, мы хотели бы провести все работы, связанные с очистными сооружениями и чтобы здесь была чистая вода, хорошая канализация. Мы хотели бы решить вопрос с полигонами, мы хотели бы решить вопросы с дорогами. Вы знаете, что это те вопросы, которые очень сильно волнуют людей. Целевое обучение, наставничество, строительство жилья для молодых специалистов. Подготовку кадров и развитие промышленного производства глава региона сегодня обсудил с руководителями предприятий области. Михаил Евраев рассказал, какие меры поддержки может оказать правительство промсектору. Так, в Ярославской области одной из первых в стране создан антисанкционный штаб. Задача – поддержать предприятие и сохранить рабочие места. В регионе удалось в три раза увеличить количество системообразующих компаний, которые могут получать кредиты до 10 миллиардов рублей на оборотные цели под 10% годовых и на срок до года. Предусмотрена компенсация процентной ставки крупным предприятиям, не входящим в перечень системообразующих. Также на встрече обсудили вопрос кадрового дефицита, актуальный для всех производств. О вариантах привлечения специалистов поступили предложения как от промышленников, так и Михаила Евраева. Один из очень важных элементов привлечения молодых специалистов – это организация внутри предприятия Института наставничества. И я бы сказал, что нам нужно обязательно сотрудничать с органами образования, с высшей школой для того, чтобы вот этот институт наставничества внутри предприятия развивать. Сформировать целевой набор тех случаев, когда есть запрос. Запрос есть от вас. Вот если у вас есть запрос на цельные специальности, мы готовы такое целевое обучение организовать. Это, понятно, совместная работа, потому что такое целевое обучение означает определенную поддержку этих студентов во время, ну, стипендиями во время обучения, но их обязанность – отработать определенное количество времени на тех предприятиях, которые их поддерживали. В завершение встречи руководители предприятий поблагодарили Евраева и команду правительства за поддержку и открытый диалог с промышленниками и бизнесом. Благодаря вот этим действиям я вижу, что вы понимаете ярославцев, понимаете производство, что это дорогого стоит. Поэтому как бы обеими руками поддерживаю то, что вы продвигаете новую систему по образовательной системе, да, и обеими руками поддерживаю, что вы будете участвовать в выборах. Вы знаете, куда нас привести. Выбирать губернатора можно будет дистанционно. Сегодня Центральная избирательная комиссия России утвердила формат электронного голосования на выборах 11 сентября. Вместе с Ярославской областью это право получили еще шесть субъектов. Чтобы отдать свой голос через интернет, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах и подать соответствующее заявление. Сами выборы пройдут в три дня. С 8 утра 9 сентября до 8 вечера 11 сентября. По данным обл. избиркома, воспользоваться дистанционным электронным голосованием можно будет по всей области. Зона покрытия сетей стандарта 2G 90% территории. А в населенных пунктах без интернета будут созданы специальные узлы доступа. Отмечу, у нашего региона это будет уже третий опыт проведения дистанционного электронного голосования. Технология внедрялась в 2020 и 2021 годах. Притом число участников значительно выросло с 18 до 86 тысяч человек. При голосовании в электронном формате, так же как и при обычном голосовании, гарантируется тайна голосования. И при этом исключается возможность двойного голосования. У избирателя, который проголосовал электронно, уже не будет права принять участие в голосовании на избирательном участке. В Дзержинском районе Ярославля 10 новых детских площадок. Это результат сотрудничества мэрии и представителей двух промышленных предприятий города. Они начали реализацию программы по благоустройству дворов. Так вот, особое внимание спортивным, а также игровым зонам для ребят. Родион Латышев расскажет подробности. Качели, горки, турники, скамейки для родителей. Уже с утра на площадке собираются детвора самого разного возраста. Мама и папа, бабушки и дедушки ведут своих чат на веселую прогулку. Пришли гулять с внучкой. Вчера они ходили с мамой. Ну, понравился городок, новый открыли. Мы сегодня пришли сюда погулять, да, Рита? У нас тут работает мама тут очень классно. Мы вчера тут гуляли. Обязательно будем ходить. Очень здорово, что открываются новые площадки. Недалеко от дома можно поиграть с ребенком. Безопасное покрытие и очень красивый городок. Это один из подарков, который сделали ярославцам два крупнейших предприятия города. На установку площадок они выделили порядка 30 миллионов рублей. Как вы видите, у нас район молодой, развивающийся. Однако большинство детских площадок у нас имеют определенные проблемы. Всего на территории Держинского района на настоящий момент расположено более 180 площадок. Несмотря на то, что постоянно идет ремонт, постоянно пытаемся привести их в порядок, в соответствие, все равно они приходят в негодность. Новые игровые комплексы привлекают внимание детишек и из соседних дворов. Площадки появились у домов на улицах Труфанова, Блюхера, Бабича, Урицкого, на проспектах Дзержинского и Ленинградском. Это стало возможным благодаря программе «Новый социальный вектор», которую реализуют ярославские промышленники. Это формирование новых детских спортивных площадок. Она очень значима, она воспринята людьми очень положительно. Да и вы сами видите по радостным лицам детишек, которые у нас здесь на этой площадке. Очень здорово, если бизнес, этот пример, бизнес Ярославль, Ярославской области, вот этот новый социальный вектор возьмет на вооружение. И тогда, я думаю, что у нас будет намного комфортнее, намного ярче жизнь в каждом доме. Ярославские предприятия на радости детворе и родителям установили пять новых детских площадок и в Заволжском районе. Родион Латышев, Денис Кауров, Новости города. Приступили к укладке асфальта. Сегодня комиссия заказчика проверила проезд Ухтомского, который ремонтирует по нацпроекту безопасные качественные дороги. Подрядчик начал работы здесь в середине мая, а закончить обещает раньше срока контракта. Как приводит в порядок одну из востребованных улиц города, узнал мой коллега. На проезде Ухтомского необходимо привести в порядок участок протяженностью 400 метров. Улица пользуется спросом, так как здесь находится пенсионный фонд Ярославской области. Местные жители тоже долго ждали ремонта дороги. Ямы были, это было противно, даже когда я с папой ездил, очень объезжать, это было очень плохо. Когда увидели, что начали сначала бордюр делать, потом дорогу решили, сначала ворчали насчет вот этих, объезжают тоже, но потом, когда увидели результат, очень понравилось. Вижу, что молодцы, поправляют покрытие. Поэтому спасибо, что улица потихоньку превращается в то, что надо. На данный момент работы выполнены на 33%. Рабочие выкладывают нижний слой асфальтового покрытия, а вот установку бордюрного камня уже завершают. По технологии при асфальтировке должно работать три катка, легкий, средний и тяжелый, массой 7, 10 и 12 тонн. Все это делается для постепенного уплотнения дорожного покрытия. После того, как уложат два слоя асфальта, приступят к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков. По контракту работы должны быть закончены к концу июня. По факту подрядчик планируют сдать объект раньше, дней на 10. Мы работаем без выходных и в продленку каждый день. Мы не работаем до пяти, там постоянно у нас 7-8 часов вечера заканчивается рабочий день и суббота-воскресенье мы тоже работаем. Местные жители иногда, конечно, очень переживают это, им не нравится, но пока общий язык на ходе. Сегодня ход работ на объекте проверила городская комиссия. На сегодняшний день никаких претензий к качеству работ нету по данной подрядной организации. Это уже не первый объект, который выполняет подрядчик. В конце месяца городская комиссия вновь планирует побывать на объекте, чтобы провести техническую приемку. Александр Захаров, Михаил Орлов, Новости города. Получение лекарств, доставка продуктов, помощь на дому – все эти функции выполняют социальные работники, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это люди, которые первыми принимают на себя волну человеческих проблем, в меру своих возможностей помогают их решать. В честь праздника во Дворце культуры имени Добрынина прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших сотрудников в социальной сфере. Грамоты и благодарственные письма получили более ста человек. Среди них – социальные работники, которые ухаживают за пожилыми и больными людьми. Педагоги, работающие с детьми из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Пришло, честно говоря, случайно. Получилось так, что мне подсказала моя знакомая, что есть такая работа. Сначала я очень удивилась, что действительно, оказывается, есть такая помощь, где действительно безвозмездно помогают пожилым людям, которые нуждаются в этой помощи. И так получилось, что я здесь так задержалась и не смогла больше уйти. Как говорят многие бабушки, я нашла свое место. Первое образование у меня – психолог. И поработав с детьми, я поняла, что есть еще другие дети, которые также нуждаются в нашей поддержке и помощи. Сегодня в сфере поддержки Ярославля трудится более полутора тысяч человек. Как отмечает руководство профильного ведомства, их помощь сегодня очень востребована населением. В каждом муниципальном образовании региона есть учреждения соцподдержки. В вузах появились такие специальности, как социальный педагог, социальный психолог, социальный работник. Эта сфера, она требует душевных затрат. Не каждый на это готов. Поэтому да, есть люди, которые пришли охотно и поняли, что они не могут здесь работать. И они также охотно уходят. Но если люди у нас остались, то они остались уже до конца. И будут с нами надолго, и всю душу отдадут своим подопечным. В Ярославле стартовал чемпионат по методике WorldSkills RGD. Skills в компетенции «Маневровая работа на железнодорожном транспорте». В профессионализме соревнуются составители поездов. Это те специалисты, которые занимаются переформированием вагонов на станции, переводом на другие пути и присоединению к другим составам. Лучших из лучших в этой непростой логистической работе сегодня выявляли на Ярославле главным. Екатерина Сысоева наблюдала. Проходим успеем. Иван Веденский в профессии 5 лет. На чемпионате представляет Архангельскую область. Его соперники еще 23 составителя поездов из разных регионов Северной железной дороги. Задача участников – показать мастерство в своей повседневной работе – маневровой. Конечно, двигает вагоны машинист-локомотива, но команда ему отдает именно составитель. Еще он управляет стрелками на путях и сцепляет состав. Поначалу немножко не получалось, так как станция не моя. Но в дальнейшем все вошло на свои круги. И задание было сделано в точности. Условия испытания максимально приближены к реальным, а в них бывают непредвиденные сбои. На этот счет организаторы подготовили несколько подвохов, чтобы проверить, смогут ли участники найти неисправность и как поведут себя в сложной ситуации. Изначально были заданы, скажем так, каверзные и подводные камни в количестве тормозных башмаков. Изначально в задании было предусмотрено, что закрепление вагонов будет произведено не в соответствии с предусмотренным расчетом. Это и должен выявить конкурс. Все участники разделены на подгруппы. Пока одни состязаются в непосредственных должностных обязанностях, другие показывают свои навыки в том, без чего на железной дороге никуда, технике пожарной безопасности и оказании первой помощи. Конкурс позволяет участникам продемонстрировать все свои лучшие умения, знания и навыки. Во-вторых, обменяться опытом с коллегами с других регионов Российской Федерации. В-третьих, лучшие из лучших будут представлять Северную железную дорогу на Всероссийском чемпионате WorldSkills, RGD Skills. Выбирают победителя 14 экспертов. Критериев оценки задано более сотни. Соревнования продолжатся и завтра. Всероссийский чемпионат запланирован на осень. Екатерина Сысоева, Игорь Мосин, Новости города. Ярославль, поезд сбил девушку. ЧП произошло в полдень понедельника. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожного перегона станции Полянки к отрасли грузовой поезд наехал на человека. Как выяснилось позже, 23-летняя Ярославна приближающийся транспорт не заметила. В свою очередь машинист пытался применить экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния до пешехода наезда избежать не удалось. К счастью, девушка выжила, ее экстренно госпитализировали с многочисленными травмами. Сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Рискуя жизнью, зато бесплатно. Экстремалы нарушителя заметили на дорогах Ярославля проезжающие мимо автолюбителей. На кадрах видно, как юноша повис на лестнице третьего троллейбуса и слезать явно не спешит. Смотрите, как нужно зайцем ездить, комментирует автор ролика. К слову, в курсе ли был водитель электротранспорта, что везет за Цепера, неизвестно. Иван Папанин снова пострадал от рук вандалов. В социальных сетях стало вирусным видео, на котором неизвестным добавляет надписи рядом с изображением героя Советского Союза. Инцидент с граффити на Красноборске уже случался. 10 мая вандалы замазали зеленой краской строки с годами жизни исследователя и его званием контр-адмирала. Как пояснили городскому телеканалу сегодня в мэрии Ярославля, территориальная администрация Заволжского района организовала работы по восстановлению ранее испорченного вандалами текста с исторической справкой. К сегодняшнему дню выполнены все подготовительные процедуры для нанесения текста, однако вандалы ночью вновь все испортили. Администрация и организация собственника теплового пункта сразу же обратились в полицию с заявлением о поиске и задержании хулиганов. Ярославцев, которые владеют какой-либо информацией о злоумышленнике, также просят сообщить об этом правоохранительные органы. Установлен новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета. Известный путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин пролетели без посадки на мотопараплане чуть больше 631 километра. Это заняло 7 часов 52 минуты. Отмечу, что прошлый мировой рекорд, который успешно побили россияне, принадлежит польскому пилоту. В 2018 году к Шиштофу Ромицке пролетел 427 километров по маршруту Краков-Закшево. Впрочем, это далеко не последняя цель путешественников. Ранее городской телеканал сообщал, что Конюхов и Потапкин за две с половиной недели планируют совершить рекордный перелет из Архангельска в Новороссийск на двухместном мотопараплане. Они намерены преодолеть 3000 километров, пролетая над Плесецком, Володой, Ярославлем, Переславлем-Залезским, Москвой, Тулой, Воронежем и Краснодаром. Разве можно научиться быть счастливым? Оказывается, и такое возможно. Таймураз Браташвили успешно реализует проект «Школа счастья» на базе Ярославского зоопарка. Он посвящен экологии семьи и экологии природы. Браташвили 30 лет работает над ним, успешно реализуя. Программа о просветительском проекте директора Ярославского зоопарка Таймураза Браташвили «Школа счастья» выйдет в эфир городского телеканала в субботу в 17 часов 45 минут. Теперь о погоде. Спасатели предупреждают жителей Ленинградской области о ливнях и грозах. А в Мари-Эл наоборот вернутся тепло и солнце. В Тагиле будет облачно, ожидаются кратковременные дожди. А вот на Челябинской области надвигается грозовая буря. Непогода задержится на Южном Урале минимум три дня. Что в Ярославле? С прогнозом на четверг в эфир новостей выходит моя коллега Ольга Муравьева. Здравствуйте! На городском телеканале время прогноза погоды с Ольгой Муравьевой. Ясной погодой нас этот день не порадует. Точью закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Возможно осадки. Подробности далее. Новые квартиры в Вывняках. Звоните 33 22 00. Ночью в Ярославле облачно без осадков. Температура 8 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 752 миллиметра штутного столба. Дню в Ярославле облачно. Дождь. Температура 26 градусов. Ветер северо-западный метр в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 751 миллиметр штутного столба. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в новых выпусках на городском телеканале. Обращаю ваше внимание, что на этой неделе итоговые выпуски новостей на городском телеканале выходят на 5 минут позже. То есть в 21.35. Сразу после сериала «Бабье лето». Ну а через мгновение смотрите продолжение «Татьяниной ночи». У меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv, пабликах и телеграм-канале. В студии работала Юлия Тихомирова. Хорошего вечера и до встречи на городском.